Как нам помочь? Как нам помочь людям пропустить эту информацию через себя, которую мы сами знаем и доносим до людей. Что такое консультирование? В контексте ВИЧ-положительных людей, которые пришли к нам на беседу, это конфиденциальные беседы между клиентом и консультантом с целью содействовать клиенту в борьбе со стрессом, касающихся ВИЧ и СПИДа. То есть обратите внимание, что эта беседа конфиденциальная? Это обязательные условия. Обязательные условия. Потому что если консультант расскажет кому бы то ни было о статусе человека, который к нему пришел, это уголовно-казуемое дело. Это не просто вопрос этики, что об этом нельзя говорить, но это еще и вопрос уголовного права. Ну и во-вторых, это помочь человеку справиться со стрессом, которым он пришел к нему. Принятие решения. То есть вот что мы… Мы не принимаем за него решение. Мы ему помогаем самому принять решение. Вот в чем дело. И дальше консультирование включает в себя оценку риска передачи ВИЧ другому человеку. А также выработки модели поведения. Новые модели поведения этого человека, который снизит риск передачи ВИЧ кому бы то ни было. То есть по идее в консультировании… И не важно, жена это или такой распутанный образ жизни человек ведет. Да. То есть в консультировании, когда мы идем через рефлексии, мы должны помнить, что мы должны еще думать о том, что еще мотивационный компонент. Нам нужно замотивировать человека на правильное поведение. Изменить другую модель. То есть работая с одним компонентом, мы уже понимаем, что впереди стоят ног других. То есть все это сразу держать, так сказать, на вооружении. Ну и чего не надо делать. Это ошибки, которые, как правило, допускаются. Указывать. Отпускаются всеми. Я еще не знаю ни одного консультанта, в том числе и нас, которые вообще сто процентов избегали этих ошибок. Но просто надо знать, что это ошибка и что надо стремиться их не делать. Понимаете? Может быть, стоит у себя где-нибудь так вот выписать их и повесить. Не указывать, что делать клиенту. Потому что это решение, принятое вами, а не им. А решение, которое принимается не нами, заставляет нас это сделать? Это не наше решение. Это решение консультанта. Мы его либо делать не будем, либо сделаем спустя рукава, либо сделаем по-другому. Давайте советы. Ну тут вот напишите без их просьбы. То есть если человек не просит, чтобы вы ему что-то посоветовали, не советуйте. Если человек попросил, а что бы вы мне посоветовали? Раз он спросил вас со словом «бы», отвечаете со словом «бы», я бы посоветовал. Если он говорит «посоветуйте мне что-нибудь». Есть выбор. Есть выбор. Из таких-то вариантов. Обязательно дайте три. Или два, максимум, минимум. Чтобы у него был выбор. То есть один совет – это недопустимо. Идем либо «бы», либо два-три варианта выбора. Дальше. Дружить. Не надо дружить. Как бы это странно ни казалось. Если консультант начинает дружить с клиентом, консультирования уже не будет. Это будет, может быть, дружеская помощь. Друзья друг друга не консультируют. Или дружеская поддержка, но не консультация. Не будет прислушиваться, наверное. Да может быть, будет и прислушиваться тоже, потому что к друзьям-то ведь мы тоже прислушиваемся. Но это не консультация. Потому что консультант обладает большими полномочиями и больше информацией, чем человек, который к нему пришел на консультацию. Полномочия. В дружбе полномочия, понимаете, они равны. То есть он консультировать по уровню, по принципу равный-равному. Здесь не получается равный-равный. Друзья, они равные. А консультант и консультируемый, это все-таки уже небольшая позиция у каждого из них. Позиция. То есть, помните, мы говорили с вами диалогизированные, монологические. Это диалогизированные, но позиции разные. Консультант и клиент. Все равно позиции разные должны быть. Дальше. Какие навыки необходимы для консультирования? Ну, это мы уже с вами проходили на наших... Очень подробно на душепопедительских семинарах. Ну, сейчас просто... Активное слушание. Что такое активное слушание? Это значит активно слушать, задавать вопросы, уточнять именно это, ты хотел мне сказать, вот это ты имел в виду. Ни в коем случае не осуждать, да, мы с вами говорили. Грешник ты, горит тебе в аду и так далее. Проявлять сочувствие, да, обязательно проявлять сочувствие. То есть, если у человека слезы, понять эти его слезы. Да ладно, что ты плачешь, на эту тему вообще не плачут, ты недуховный. То есть, это все, это ошибка. Непростительная в данном случае. Положительно относиться к человеку в любых условиях? Даже если пришел гулящий. Или наркоман. Вот постарайтесь к нему отнестись положительно. Раз он к вам пришел, ему плохо. Иначе он к вам не пришел. Ну, не пришел бы он к вам. Понимаете? Вот положительное нужно извлечь из этого всего. Развивать свои навыки общения и выражать свою мысль ясно. Да, вот это вот очень важно. Потому что порой вы, наверное, обратите внимание, что-то сказал, человек понял все. Вот даже вот те вопросы, которые мы в самом начале задавали, тест о знаниях ВИЧ, они были все-таки достаточно двухсмысленны, правда? Иногда. Надо мыться после полового акта или надо... Не мыться. Или мыться только когда ВИЧ зараженный человек. Или вообще не надо. То есть мы понимаем, что вопросы, будем так говорить, их надо корректировать. Потому что они несколько двухсмыслей некоторые из них звучат. Соблюдать границы. Это естественно. Сознавать ограниченность собственных возможностей. То есть не надо быть спасателем, спасителем, Богом. И Богом, да. Нет, не надо. Человек к вам пришел, он пришел к вам за консультацией, вы можете ему помочь, принять решение. Спасать, вы его не сможете спасти, если он сам не принимает решение, что-то изменить в своей жизни. Вы его не вытянете за уши. Предоставить клиенту столько времени для принятия решения, сколько ему это нужно. Не говорить, так, у тебя пять минут, если ты сейчас не примешь решение. Или придешь ко мне завтра. Завтра, в общем, ты должен мне принести отчет. Когда? Да, когда? И сколько тебе времени нужно? То есть пусть человек сам решит. Дать человеку возможность самому принимать решение и нести ответственность за эти решения. Ну и быть искренним. Просто быть искренним. В своих собственных чувствах с человеком. Но есть что-то особенное в консультировании ВИЧ-положительных людей. Очень здесь важна атмосфера доверия, потому что человеку, у которого ВИЧ-положительный статус, ему очень тяжело это доверить консультанту. Кстати, вот мы были в госпитале, в Малдмейле, в госпитале для ВИЧ-положительных людей. Так вы знаете, нам там даже фотографировать запрещали людей. Говорит, нельзя их фотографировать. Потому что люди тоже теряют доверия. То есть когда мы хотели фотографировать палату, там, как они лежат в этой палате, их всех просили выйти, если была такая возможность. Говорит, пожалуйста, сфотографируйте палату. Если нам мы хотели территорию фотографировать, так, сейчас мы посмотрим, чтобы никто не попал в кадр. Была группа ЛЖВС, людей, которые открыли свой статус, у которых работают, такой там есть организация, ТАСО, это организация людей, живущих с ВИЧ-витой. По поддержке этих людей. Да, но они ездят, они сами открыли свой статус, они свидетельствуют, они говорят о своем, как бы, духовном освобождении, но они сами решили. В 2005 году у нас в России проходит конкурс Мисс Красоты ВИЧ-положительная. Что-то вроде как, название точно не помню, но... То есть практически таким образом поощряют людей к тому, чтобы открывать свою статус, чтобы люди вокруг видели, что ВИЧ-положительный человек такой же человек. И не надо на нем ставить клеймо и держать его за решеткой, смотреть на него, как на иноземное животное. В общем-то мы в этом увидели, знаете, такой положительный сдвиг в сторону снятия клейма в нашей стране. Акцентировать внимание на необходимости профилактики и безопасного секса. Но это как раз для тех, кто ведет такой беспорядочный образ жизни. Говорить с клиентом просто и уважительно. Ну, если он не понимает, что такое обратная транскриптаза. Ну, объясните ему как-то по-другому, да? Но не указывать, что ты там недалекий. Да. Как же так? Живешь с ВИЧ и таких элементарных вещей не знаешь. Я тут вообще погулять вышла, знаю, а ты не знаешь. То есть, ну, не понимает, но расскажите. Свободно обсуждать ВИЧ и секс. Вы знаете, очень трудно консультантам пару секс обсуждать. Ну, знаешь, вот есть такие вот моменты. Я тебе не буду о них говорить. Спокойно произносить. Но ты же, наверное, меня понимаешь, да? Да. То есть, есть определенные органы. Вы знаете, почему-то вот у нас действительно такие слова, как вагина, влагалище, пенис, яичники, знаете, матка. Вот как-то вот ругательно звучат, как нам говорят. Ну, вот как-то вы не произносите. Ну, конечно, мы говорим, но в верующих кругах такого понятия, как пенис, не существует. Ну, оно же существует. Это нормальное слово. Это слово, которое, ну, будем говорить, литературное. Но нам самим сначала нужно нормально их произносить, не краснее. Понимаете? В определенном контексте, конечно. Идем дальше. Быть тактичным. Потому что не все могут. Клиенты это тоже открыто обсуждать. Эти вопросы. Ну, и придерживаться собственной позиции моральных принципов. Вот здесь как раз, если мы с вами стоим на моральных принципах, на собственности, у нас есть собственная нравственная позиция, духовная, христианская, мы сможем поднять. Не искать компромиссов, которых к нам пришел и говорит, ну, а вот если я, ну, один раз, вот, а что тут такого плохого? Ну, один раз, знаешь, ну, раз не можешь терпеть, ну, ну, ладно, что уж тут с тобой сделаешь. Никаких компромиссов. То есть мои принципы, вот мои принципы. Я уважаю твои, я считаю они неправильными. Ну, давай подумай, к чему может это тебя завести? Ну, это мое мнение может быть, да. Ну, давай посмотрим, да, с тобой. Ну, мои принципы такие. Интересно, что вот однажды мы беседовали с одной женщиной, она консультант, работает вот в такой службе, консультирующей. Вот, говорит, приходит ко мне мужчина, жалуется, что вот с женой прожил столько-то все время не удовлетворен, у него было две любовницы, они его не удовлетворяют, вот прям у него что-то не лаят за женщинами. Она мне говорит, ну, ты попробуй с мужчинами. В чем проблема-то? Понимаете? Папа, может, тебе понравится. То есть, у нее настолько размытые свои, как бы, вот принципы, что для нее, вот как бы другому вот эти вещи посоветовать. Посоветовать эти вещи, ничего страшного. Вот, понимаете, естественно, что, естественно, люди, которые к ней придут, какие нравственные духовные стандарты они от нее несут? Естественно, размытые ее. Поэтому, когда люди идут к консультантам, мы все время говорим, знаете, вы сначала выясните позицию консультанта, насколько она соответствует вашей нравственной позиции. Это очень важно, чтобы консультант был максимально открыт. То есть, скажем, если вы, как консультант, и вы себя позиционируете, как люди, которые стоят на твердых морально-нравственных духовных принципах, вы никогда не посоветуете развод, завести любовницу, там, пойти к мужчине, там, мужчине к мужчине, или там еще что-то, да? Люди пусть об этом знают. И тем, кому это приемлемо, ваши стандарты, они к вам придут. Что касается активного слушания, сначала мы должны понимать ответ на четыре важных вопросов. Кого я слушаю? Вообще, кто передо мной сидит? Как я воспринимаю этого человека? Он для меня такой заклеменный, вич положительный грешник? Или передо мной человек, который нуждается в помощи? И которого тоже любит Господь. Да. И хочет ему помочь. Может, как раз через меня эта помощь будет ему оказана Богом? Да, то есть, кого я слушаю? Это первый вопрос. Второе. Что я слушаю? Что я хочу от него услышать? Я хочу от него услышать, что моя евангелизация сработала? Или я действительно слушаю его проблему? Я действительно слышу его боль? Вот что я слушаю? Третье. Чем я слушаю? Разумом или сердцем? Я слышу только его слова, то есть, ушами? Или я также слушаю его глазами? Действительно, полностью воспринимаю то, что человек мне хочет сказать, вот чем я слушаю? И как показать человеку, что я действительно его слушаю? Не просто сижу и отбываю свое время. Вот он пришел ко мне на беседу, меня вот пастор заставил, ну, конечно, я тебя выслушаю, ладно уж так и быть. Или там, тем более, если человек получает деньги за это дело, конечно. Итак, обязательно, как показать, что я слушаю? То есть, обязательно контакт с глазами, обязательно какие-то реплики, да, продолжайте, жесты. Невербальные коммуникации. Обязательно, вот этого должно быть, чтобы человек видел, что вы с ним, вы на его волне. Ну и, конечно, определить, что осталось недосказанным в конце разговора. Ну и, конечно, другие навыки, то есть, как установить связь, как смотреть в глаза, как задавать вопросы. Но это то, что мы с вами очень подробно разбирали на семинаре по душепопечительству. Оно все здесь, то есть, здесь обычное душепопечительство. Тут просто мы называем эти пункты, а в курсе душепопечения и ведение малых групп, семейных групп, там очень подробно мы все это рассмотрели. Если есть желание, можно взять и все это посмотреть, увидеть. Ну и, конечно, открытые вопросы должны быть. Что случилось? Умение задавать вопросы. Что случилось? Когда произошло? Где? Как? Кто? Есть открытые вопросы, есть закрытые вопросы. Закрытые вопросы подразумевают то, что человек отвечает либо да, либо нет. Это вопросы, которые не строят отношения между людьми. Важно задавать открытые вопросы. Что произошло? Как это случилось? Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Избегайте вопросов, почему ты так поступил, зачем ты так сделал. А лучше, что вас повлекло к такому поведению? Что вас смотивировало прийти ко мне навстречу? То есть, вот такие вещи. Потому что почему, как правило, звучит угрожающе или осуждающе, вы заходите, скажем, в дом и видите, что разброшенные игрушки и спрашиваете, почему ты разбросал игрушки? Понимаете, сам вопрос звучит глупо, согласитесь. Потому что играл. Что спросили, то ответили. Понимаете? То есть, вам нужно конкретно сказать, что тебя удержало, что ты к моему приходу не убрал игрушки. Это уже конкретный вопрос. Если вам действительно интересна причина того, что разброшенные игрушки. Если вы хотите, чтобы ребенок эти игрушки убрал, так скажите. Так, тебе 10 минут, чтобы через 10 минут был порядок. Но будьте конкретны. А вопрос, почему, он очень угрожающий вопрос. Вообще старайтесь его в консультации максимально избегать. Это вот тоже такая небольшая тонкость в консультировании. Этичность и ограничения. Конфиденциальность. Но это понятно. Особенно в этой ситуации. Потому что здесь не только этика консультирования подразумевает, что нельзя выносить за пределы двух людей то, что было сказано. Но еще и уголовная ответственность угрожает. Если в простом беседе мы можем о чем-то рассказать, хотя этически это не подразумевает. То есть здесь еще и плюс уголовная ответственность. Введение записи. Если вы что-то записываете, для себя, например. Вы знаете, отдайте этот листочек человеку, который к вам пришел. Либо отдайте, либо у него на глазах порвите и выбросьте. Но чтобы он видел, что записи, которые вам помогали во время консультации, чтобы не забыть какие-то моменты, то, что вам рассказывать, вы уничтожаете. То есть вот это тоже, знаете, такой момент, который очень помогает потом человеку доверять вам. Потому что иначе вы можете доверить, действительно, потерять. Уважение клиенту. Ну, опять же, конфиденциальность. То есть он должен чувствовать, что все то, что здесь происходит, это не пойдет дальше. Он просто чувствует, но еще знает. Ну и знает, что это не будет рассказано ни священнослужителю, ни пастору, ни батюшке, никому, ни дьяконом, ни другим своим коллегам, чтобы поделиться опытом. Он будет нигде названо. Нигде его имя не будет названо. То есть это ваш опыт как консультанта. Вы этот опыт, конечно, учитываете при ведении других консультаций, но он максимум конфиденциальности, в общем, так сказать, при нем. Дальше. Знакомая и безопасная обстановка для консультирования. Поблизь должны быть другие люди, которые ему знакомы. Может быть, он пришел там с женой или с мужем. Жена с мужем пришла. Они сидят в сторонке, слушают или не слушают, но находятся рядом, если что, могут помочь прийти ему. Что мы не вдвоем в этом помещении, не закрылись. Во всем. Нет, даже если закрылись, то он знает, что дверь не на замок закрыта. То есть вот эти вещи, они вроде бы такая деталь, но это деталь, которая помогает человеку понять. С одной стороны, он пришел на консультацию, то есть на официальный разговор, но с другой стороны, ему ничего не угрожает. Вообще ничего не угрожает. Никаких оскорблений, конечно же. Ограниченность физического контакта. То есть, понимаете, не нужно вот... слишком часто касаться человека. Показывать, что вы не боитесь, это нормально. То есть, вести обычный диалог. Да, если у вас есть такое побеждение, погладить по руке, погладьте. Или сказать, не расстраивайся, я тебя прекрасно понимаю. Ну вот это вот уже лишнее, может быть. А может быть и нет. Понимаете? То есть, вы конкретно должны ощутить. Это нормально. А когда я тебя понимаю, то это... Не плачь, моя миленькая. То есть, конечно, тут вот эти вещи должны ограниченными быть. Ну и, конечно, договор... Договор, соглашение с клиентом. То есть, как вы встречаетесь раз в неделю, раз в месяц он будет к вам приходить, перед каждым тестированием, после тестирования приходить. То есть, как будет происходить вот эти вот ваши встречи по продолжительности. Может ли он вам позвонить среди ночи, сказать, вы знаете, у меня вот проблема сейчас возникла. То есть, это тоже с ним обговорите, потому что иначе вы можете подсадить на себя. Вот ни в коем случае не подсаживайте на себя людей. Знаете, что у вас тоже должно быть время ваше. Да, и он должен это тоже знать. То есть, у вас взаимное идет уважение, не только с вашей стороны. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok